И снова всем привет, на связи снова FlameGamingTV и сразу же след за випкой хочу вам рассказать про такую штуку как Варанта. Поехали! Фанпэй.ру Первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более 3000 приложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Сегодня мы уже с вами говорили о матрехах, о випке, о ее преимуществах, достоинствах и зачем она вообще нужна. Но теперь нужно понимать, что когда вы под какое-то обновление, в котором есть сет превращения в какого-то из персонажей, как было уже с Бролином, как было уже с многими другими персонажами, то вы можете выбить оттуда крылья, хвост, тату, которые являются сетовыми. Сейчас это Айша, она выпадает из отдельных коробок, раньше все это сыпалось из одних матрех, но суть не в том, когда она выпадает, это часть из этого комплекта аксессуаров, то она изначально не продается. И для того, чтобы ее продать, вам нужна вот такая штука. По этому поводу тоже меня спрашивают, а что, зачем, а как, почему. Варанти или просто варанта. Когда вы в Мирчат видите сообщение, типа продам крылья Айши в слэш о, то есть это визаут варанти, или же просто виз варанти, то это означает, что человек готов вам оплатить вот эту варанту 28000 cc, чтобы вы ему продали за вашу установленную цену, допустим, крылья Айши. Будем рассматривать на ней. Изначально они продаваться не будут, то есть у них не будет возможности продажи, но варанта позволяет вам выставить на аукцион вещь, которая изначально не продается. То есть здесь есть описание, в котором четко указано, что можно добавить одну возможность продажи вещи, которая может быть продана на аукционе. И она может также увеличить количество попыток, которые можно продать айтем. Например, у меня есть, допустим, вот такой джейд, который написано нельзя продать, но изначально он продается. И если я захочу, я могу купить эту варанту, использовать ее на нее, и у меня будет возможность продать один раз. Но это мне будет не совсем целесообразно делать с, допустим, ДКУшкой. Но вы можете купить сами варанту, наклеить и поставить на аукцион, либо же вам кто-то на заказ говорит, я у тебя хочу купить крылья Айши, и я готов тебе платить варанту. Он тебе дает голду или покупает тебе цц, для того, чтобы ты мог это сделать и купить вот эту варанту. Ее можно подарить, и ее можно купить самому. Стоит она, как видите, почти как випка, поэтому к продаже с варанта или же без нее нужно подходить довольно серьезно. Потому что могут быть случаи кидалова и прочего, и прочего. Хотя здесь с этим проблем особых нет. Кидал очень мало. Они если есть, то они сразу же наказывают. Вот такая штука у нас есть в Альтеновском магазине, называется она Варанта. И вы теперь будете знать, а как же продать крылья хвостоту, которые вам выпали из матрех, и допустим, их у вас два экземпляра. Ведь будет у вас закономерный вопрос, а что же мне теперь с ними делать, если их две? Вот, в принципе, я ответил вам на этот вопрос. Вам хорошего дня и настроения. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok